Здравствуйте, в эфире программа «Имена». Наша сегодняшняя гостья – кинорежиссер Алла Сурикова. Многие годы она успешно работала в сложнейшем жанре комедии, а недавно впервые сняла мелодраму. Фильм «Вы не оставите меня» вышел в прокат. Кинорежиссер признается, что не собирается бросать свой любимый жанр комедии, но сетует на отсутствие хороших сценариев, поэтому и сюжеты для новых картин находит не так быстро, как хотелось бы. С народной артисткой России Аллой Суриковой мы встретились на высших режиссерских курсах. Фильм «Вы не оставите меня» – очень личная для Аллы Суриковой картина. Она посвящена родителям режиссера. Действия происходят во времена их молодости, в 1951 году. Сценарий написан лично Суриковой по мотивам повести Сергея Ашкинази. Кроме того, она сама читала закадровый текст и даже сочинила одну из петен. Главные роли у Елизаветы Боярской, дочери известного актера и певца, и у Александра Балуева. Он – художник провинциального театра, она – его молодая жена, актриса. Репетиции, премьеры, интриги, молодость и влюбленность. Остальные роли исполнили Сергей Никоненко, Николай Фоменко, Елена Сафонова. Несмотря на то, что на этот раз Сурикова представила на суд публики мелодраму, ее комедийное мастерство наверняка заставит зрителей не раз улыбнуться во время просмотра. Сейчас бы сюда попасть, а тут огнестили бы. Здравствуйте, Алла Ильинична. Здравствуйте, Катя. Говорим сегодня о премьере вашего нового фильма. Почему после стольких комедийных лент вы сделали мелодраму? Ну, по многим причинам. Во-первых, эта мелодрама посвящена моим родителям. Я давно хотела снять кино о времени, когда они были молоды, веселы, счастливы, талантливы, пели, танцевали, любили, ревновали. И, конечно, боялись, потому что время, 51-й год, было достаточно сложное. Но они все-таки были молоды и любили. У меня были очень хорошие родители. Это первая причина. Любили, несмотря на и вопреки. Несмотря на то, что время было очень тяжелое, и вопреки тому, что каждый день мог быть последним. А во-вторых, потому что я не нашла в течение длительного времени, я искала что-то интересное для себя комедийное, не нашла. А то, что нашла, было слишком дорого. И пока, как говорит один продюсер, сегодня из всех искусств для нас важнейшими являются деньги. И поэтому, скажем, мне очень нравится пьеса Григория Горина забыть гирострата, и я бы с удовольствием ее делала в кино. И, в общем, у меня даже такой примерный сценарий я сделала. Но пока денег найти не могу. Я не могу сказать, что я изменила комедию надолго. Я сходила в мелодраму разочек. Изменила. А как жизнь повернется, не знаю. Может быть, и еще будет что-то другое. Но, в принципе, каждое кино – это все равно езда в незнамое. Имя Аллы Суриковой стало широко известно на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века после выхода комедии «Суета, суеты. Будьте моим мужем». Сценарий Эдуарда Акопова. Главные роли сыграли Андрей Миронов и Елена Проклова. Извините, я просто искал другую женщину. Да? С ней бы и заигрывали. Детский врач отправляется в отпуск на советский курорт, где разыгрывает роль мужа молодой красивой женщины с целью поселения в частном секторе. Конечно, это не мое дело, но семейный бюджет надо планировать так, чтобы и мужу на одежду оставалось. А то смотрите, в чем он у вас ходит. Хорошо. Я куплю ему брюки. И туфли купить надо. Легкая музыкальная комедия нравов с нежными отношениями и лирическим концом. Каждый раз я ищу что-то новое, потому что проходить то, что уже было, неинтересно. Поэтому мелодрама – да, но она все равно ироническая, потому что все равно в зале иногда возникает улыбка или смех. все равно, когда герой Михаила Боярского подходит к герою Балуева, то есть к своему зятю, а тесть выглядит в нашей картине «Маложе зятя» и говорит, «Знаешь, что Гриша, даже в самом плохом человеке можно найти что-то хорошее». Потом делает паузу и говорит, если его обыскать. А он-то парень крутой, с погонами и внутри, и сверху, и поэтому эта фраза звучит серьезно, хотя и смешно, но в то время очень сурово и серьезно. Ну и так далее. Такие какие-то вещи рассыпаны по картине. Верочка бузит. Пошел к чертовой матери. Вместе со своей Верочкой дайте один раз в жизни человеку сделать то, что он хочет. Финал грустный, да. Вот выходили какие-то люди, говорили мне, что плакали, что, в общем, и должно быть в мелодраме. Но вы сами озвучили закатеровый текст и написали даже песню, я читала. Песня – это наша шутка с Шилыгиным. Это действительно так. Там есть, когда герой приходит в гости вот к родителям, значит, героини, а родителей играет Наташа Селезнева и Михаил Боярский. Мне хотелось, чтобы там за кадром звучала какая-то иностранная песня. А поскольку за каждую... Я хотела Фрэнка Синатра поставить. Но мне сказали, что мы не расплатимся никогда. Потому что мы платили за любое использование. Вот песни Дунаевского всем наследникам, там, песня «Музыка Покраса», еще что-то. Какие-то 15 секунд звучит, все равно мы обязаны платить. И тогда мы решили с Лешей сделать эту песню. Он напел. Я при моем, значит, минимальном знании английского языка написала текст этой песни. Ну, там, «Найф», «Лайф», еще что-то такое. Нет, «Кайф» не было этого слова. Ну, несколько таких рифм. Что-то там я организовала. Леша напел. И вот эта песенка, значит, звучит за кадром. А письмо матери так получилось, что я прочла это письмо перед съемкой, потому что Балуев должен был слышать его. И звучала музыка Рахманинова, звучал мой голос. Саша послушал и сказал, ну, мне тут играть нечего. И действительно, когда мы включили камеру, он, услышав это письмо, посмотрев на фотографии того самого Виктора, о фотографии, это отца Сашина, которого нет в живых, отца в молодости. И услышав письмо в моем исполнении, я действительно читала, просто реально сдерживая слезы. Он заплакал. И мне вчера несколько человек сказали, почему вы не указали, что вы читаете письмо в титры. Ну, я как-то человек скромный. И себя как артист. Да, и так все узнают. Ну, может быть. Нет, те, кто знают, мой голос узнали, а остальным совсем не обязательно знать. В конце концов, может быть, даже лучше, когда люди не знают, что это я читаю. Алла Ильинична, а вот когда вы снимаете комедию, означает ли это, что все на площадке хохочут? И что происходило на площадке в этот раз? Никогда. То есть это есть такой, в общем, это еще Георгий Николаевич Данелий я говорил, когда преподавал вот на этих самых высших режиссерских курсах, которые я заканчивала тоже. Бойтесь смеха на съемочной площадке, потом в кадре это будет не смешно. И это правда, когда практически на площадке смешно, почти всегда в кадре не смешно. Хотя Таня Кравченко, скажем, когда она входит в кадр, ее отпускаешь, даешь ей возможность, ну, в рамках сцены поимпровизировать, естественно, группа не может сдержаться от того, чтобы не засмеяться, не поаплодировать ей. Хотя ее эпизод слегка подрезан, потому что как бы на столе стояло два крутых яйца, бутерброды, все ее задача была просто войти, поздороваться. Ну, естественно, она тут же симпровизировала, дальше села за стол, понюхала яйцо, разбила, дальше колбасу, сыр собрала в свою сумочку, вот этого уже нет, это отрезано. Ну, просто картина получалась длиннее намного, чем надо было, и мне пришлось несколько эпизодов вырезать из фильма. К сожалению. К сожалению, да, там и Валентина Федоровна Березуцкая эпизод весь выпал из картины, и большой эпизод новогодний, но так жизнь устроена. В семье Аллы Ильинишны Суриковой были актеры, музыканты, художники, врачи и инженеры. С детства она мечтала стать актрисой, но после школы, не пройдя по конкурсу в Институт легкой промышленности, она устроилась слесарем-сборщиком на авиазавод. Кроме того, она училась на филологическом факультете, занималась на кафедре математической лингвистики Мехмата, работала корреспондентом на украинском телевидении, а уж затем окончила те самые высшие курсы сценаристов и режиссеров, где сегодня преподает сама. Алла Ильинична, а вот как смешно, не смешно, когда сам смотришь на это и много раз это придумываешь, сочиняешь и видишь, да, уже трудно, по-моему, оценить это на экране. Кому вы показываете, чтобы оценили вот первый ваш зритель, который даст совет и скажет, хорошо это или нет? Или же вы сами это видите? Во-первых, ну, какой-то опыт есть, небольшой, но все-таки есть. Это первое. Это я как бы, когда делаешь комедию. А потом я показываю каким-то людям, которым доверяю. А потом смотрю с каким-то залом. Хотя у меня нет такой возможности, которая была учаплена. Он мог снять картину, показать, послушать зал, потом переснять, перемонтировать. У нас, к сожалению, мы как эти саперы должны пройти не ошибившись, иначе или не смешно, или взрыв. Скажем, я вчера послушала зал, и это второй зал уже, который смеется на фразе, когда Боярский говорит, одна дура спрятала, другая нашла. Я не понимала, что это смешно, и не понимаю до сих пор, почему смеются. Но, видимо, что-то такое... То есть я для себя поняла, что это разрядка после того, как зритель, затаившись в ужасе, думал, что героиня застрелилась, а потом оказалось, что нет. Отпустил и можно было засмеяться. Это скорее вот такой психофизика, а не реакция на реплику. А что происходит с вашим внутренним состоянием, когда вы на премьере сидите? Я, во-первых, стараюсь не сидеть в зале, потому что, когда я смотрю картину, вот после того, как она от меня ушла, я хочу все перемонтировать, переснять и вообще все переделать. А поскольку от меня исходят очень сильные волны, я так понимаю, в этот момент поле достаточно сильное, то я боюсь, что это передастся людям, которые ни в чем не виноваты, они должны смотреть и, может быть, получать удовольствие от картины, я надеюсь. А я им мешаю, поэтому я стараюсь не смотреть и где-нибудь там в уголочке. Поэтому я смотрела картину в билетаже, причем не со зрительным залом, а где-то там на входе, причем вход был рядом с дверью в караоке, оттуда неслась безумная музыка, особенно, когда открылась дверь, и я полкартины воевала с караоке. Я зашла, устроила им скандал, они сказали, а у нас тот бар? Я сказала, ну, можно тише, не орать так. Ну, в общем, в какой-то момент они поняли, что я могу ведь что-нибудь там сотворить в караоке, поэтому они сделали тише. Может быть, никто, кроме меня, поскольку я рядом с дверью была, и не слышала этого караоке, но мне казалось, что караоке звучит громче, чем актеры, и меня это так раздражало, что я, в общем, пошла войной. А вообще такое предвзятое отношение к картине, оно как долго длится? Вот старые свои фильмы вы смотрите спокойно сейчас? Нет, через 2-3 года уже, особенно по телевизору, смотрю, думаю, Айда Пушкин, Айда Сукин сын. Когда-то я для себя сформулировала такую, перефразирую Цветаеву, моим кинам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Поскольку фильмы в основном, практически почти все, вне привязки к конкретному времени по части, как бы там, социальных каких-то перемен или явлений, то они со временем, ну, отстаиваются, и что-то, или благодаря актерам, которые там снимали, скажем, фильмы с Андреем Мироновым, они смотрятся сейчас по-другому, Андрюши нет, и как бы это накладывает отпечаток на картину, где он снимался. Вчера на премьере был Николай Петрович Караченцев, что меня очень согрело и потрясло, он пришел. Я думаю, что это первый вот такой выход кинематограф. Кинематограф. Привет. Фильм Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» положил начало новому для отечественного кинематографа жанру вестерна. Сомнений в том, что мистера Фёста, фанатика синематографа, решившего переустроить мир с помощью синема, должен играть Андрей Миронов у режиссера не было. Раз, два, три, четыре, один, шесть. Снимали в Тихой бухте возле Коктебеля в Крыму. Сценарий написал Эдуард Акопов музыку Геннадий Гладков. Он открыл кинотеатр и ковбои прекратили пьянство, стрельбу и мордобой. Живут же люди. Вы одна из немногих женщин в режиссуре, кто успешен, кто признан, кто снимает очень хорошее кино. И вот, кстати, на ваших курсах тоже среди десятка молодых людей сидят две-три девушки. Что должно быть в женщине, чтобы она пошла в режиссуру и тем более стала успешна? За слова очень успешно. Спасибо. За то, чтобы пошла. Вы знаете, я, честно говоря, не считаю, что режиссер имеет какие-то особые половые признаки. либо человек талантлив, либо у него это в крови, либо он без этого жить не может, либо может жить, либо это ему случайно, либо приходит, ну, как бы, не то, чтобы получить второе образование, а не то, чтобы потусоваться, а как-то посмотреть, попасть в другое измерение. Вот скажем, у меня есть один молодой человек, он достаточно успешный риэлтор и занимается недвижимостью, но вот мне этого не хватает, это для меня экстрим. Я хочу. Я вот все, что здесь зарабатываю, вот сюда вкладываю. Я не знаю, получится ли из него там талантливый режиссер или профессиональный режиссер, время покажет, но то, что ему тесно в рамках вот той профессии, которой он занимается, это интересно, и сегодня, когда человек платит свои деньги, он имеет право, в общем, пробовать себя. Другой молодой человек, который вчера, кстати, был на премьере, он попробовал и даже сделал неплохую работу на сцене, а потом его опять бизнес дернул, и он опять в бизнесе, в успешном достаточно, но думаю, что он там все-таки покрутится, покрутится, и если не совсем грузно осядет, опять вынырнет и опять попробует что-то сделать. Но, в принципе, неужели вы никогда не сталкивались с какой-то дискриминацией из-за того, что вы женщина профессия? Ну, это, естественно, когда поступало, а посмотрите, в наши заседают министры. Одни мужчины сидят. Ну, это нормально, это нормальный мужской шовинизм, он существует, по-моему, везде, и просто женщине надо доказывать, что она не хуже. Да, вот что удивительно, что там, например, в бульваре Капуцинов там все эти драки, мордобои, скачки, как вы это все поставили? Только по женскому легкомышлю, потому что нормальная, конечно, женщина за это не взялась бы. А мне сценарий нравился, это написал мой сокурсник Эдик Акопов, но сценарий лет шесть, по-моему, лежал на Мосфильме, и мужики нюхали, нюхали и уходили, потому что они же не сумасшедшие, чтобы, как говорил Жванецкий, в нашей стране даже у лошадей морды наши, а вы хотите ковбойское кино снять. Ну вот, а поскольку, значит, сценарий симпатичный, веселый, а время было такое, когда еще ковали чего-то железного, то собралась замечательная компания артистов, и мы рванули. Синева, 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 от тебя мы без ума. Да, да. А когда уже сказала, уже обратно не пойдешь, всегда придумаешь что-то, а потом приходится бежать в педе паровоза, как в чокнутых, как на фестивале «Улыбнись, Россия». Потому что я придумала фестиваль, а дальше отступать некую. Ну и как улыбается Россия сегодня? Ну, в общем, семь фестивалей уже провели, уже семь, и фестивали имеют имя. Вас радует то, что новые снимают, молодые, снимают вообще комедии хорошие? Потому что на большой экран, на широкий, вовсе как-то мало выходит. Ну, к сожалению, нет рекламы, нет денег на рекламу, такой, как на блокбастер, но в принципе снимают, идут, стараются, пытаются. Вот и мои студенты делают всякие поиски в этом жанре. Я боюсь, что меня сейчас студенты исключат из рядов. Подаватели? Да. А за границей так, студенты пишут, устраивает их этот педагог или нет. И они главные, поскольку они платят деньги. Так что я боюсь, что они сейчас разбегутся все. Вообще, хорошо это для режиссуры или плохо, что она стала, вот курсы стали платными? Не могу сказать. Это я не знаю, но как бы это время такое. Это уже как бы решение времени, а не мое. Наверное, наверное. Главное, чтобы не проскочили очень талантливые люди мимо режиссерских курсов. Но есть какие-то, знаете, есть какие-то гранты, по крайней мере, для особо одаренных и особо бедных, там у них есть льготы до, по-моему, чуть ли не, ну, 50% или 75%. То есть это существует. Но, к сожалению, этих льгот немного, поскольку все-таки процесс серьезный, особенно здесь, на режиссерских курсах, то, естественно, это... Фильм «Сурикова ищите женщину» увидел свет в 1982 году. В совсем не комедийном начале этой ленты прямо накануне Нового года кинжалом в спину убивают адвоката, владельца юридической конторы. Эту роль исполняет Сергей Юрский. В подчинении у него работают блистательные Софи Кочи Аурели и Александр Абдулов. Это запутанное расследование ведет инспектор Леонид Куравлев. Кроме того, в картине заняты Елена Соловей и Леонид Ермольев. Дорогая моя, год свиньи, несомненно, это и твой год. В каком смысле, дорогой? В подробности дома. Какие у вас существуют чисто женские или чисто профессиональные методы с работы с актером на площадке? Ну, вот сейчас, если, не знаю, мужчина, режиссер, он может ругаться матом и тогда все налаживается. Вы какие приемы используете? Ну, во-первых, ругаться с актерами наше лицо актера в кадре. Его надо любить. Вот какой бы он ни был, запил ли он или опоздал на съемку или еще что-то. Надо придумывать какие-то вещи в конце смены, сказать, знаешь, любимый, я так страдала без тебя там полдня. Приходи завтра вовремя. Саше Балуеву мы проблему решали так. Я приносила каждый день игрушку для его дочки, которая называет себя Балюлина. Как твоя фамилия? Балюлина. И дарила ему, если он не опаздывал на съемку. Но он каждый день ехал по Рублевке, а там, вы знаете, перекрывают Рублевку и все. Для группы, ну, там бывают, конечно, какие-то слова такие резче, потому что ну, так устроена жизнь, что обязательно чего-то на площадке не хватает. Но на этой картине у меня было несколько человек преданных мне, и вот Маше, и Жене Архангельские, Татьяна Разумовская, с которой мы делаем не первую картину, Леонид Леонид Чперцев, художник. В общем, какие-то люди, с которыми мне было очень комфортно и которые стояли. Я знала, что за спиной у меня стоят верные люди, на которых я могу рассчитывать. Спасибо, Алла, и Миш, за успехом.